Коллективно сделать, допустим, завтра с утра письмо. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я не против, чем быстрее, тем лучше. Меняется, вообще все вокруг меняется очень быстро. И даже, скажем, среднее поколение, которому я принадлежу, уже чувствует, что мы где-то не успеваем, где-то не успеваем за какими-то тенденциями, которые происходят не только в спорте, не только в баскетболе, а вообще в целом мире. Существует огромное, скажем, такое пространство новое, которое, в общем-то, идет в таком неконтролируемом направлении, как интернет, который постепенно уже убивает газеты, печать. И постепенно, я думаю, что в скором будущем мы увидим, что постепенно будет исчезать интерес к телевидению, потому что все будет в интернете. С одной стороны, это позитив, с другой стороны, это является, в общем-то, в каком-то смысле, в каком-то смысле негатив, потому что любая информация может как-то негативно, неправильная информация, негативно влиять на мировоззрение, особенно на молодых людей, молодых, я в данном случае говорю, тренеров, работников баскетбола, и создаваться, скажем так, негативная какая-то атмосфера вокруг нашего с вами любимого вида спорта в целом в Украине. Поэтому хотелось бы встретиться и поговорить с вами, и как бы, ну, так как вы, в принципе, те, без которых этот баскетбол и этот спорт в Украине практически существовать не может. Сегодня, к сожалению, у нас институт подготовки тренеров, насколько мне понятно, он исчез, его нет. Сегодня не существует, вот мы находимся сегодня в институте физкультуры, да? Если вот Геннадий Сергеевич не дашь усовать, сегодня есть такой простой вопрос. Сегодня готовится тренер по баскетболу в институте физкультуры? Да, начали подготовку. А сколько это? Два года уже. Два года, да? Два года. Тренерский факультет. А сколько не было? Он, Михаила Николаевна, можно сказать. Лет 15-20. Ну, вот представьте себе, что, как бы, существует, вот, на примере, инфиза, институт физкультуры, который получает государственное обеспечение, является частью государства, несет какую-то нагрузку государственную, и он не готовит баскетбольных тренеров. На сборной. Это деньги, которые не попадают в федерацию, это деньги, которые попадают напрямую уже на растраты. Если я не ошибаюсь, на сегодня подтвержденный бюджет около миллиона гривен. Гривен. Я не беру специальную, и не беру женскую, где-то 600 тысяч. 600 тысяч гривен в бюджет каждой сборной. Сразу вам говорю, федерация не может вкладывать деньги в детский баскетбол. Во всем мире детский баскетбол вкладывают в государство. Федерация и государство – это две разные вещи. Две разные вещи, абсолютно. Общественная и организация – это федерации. Государство в любой стране – это забота государства. Министерство образования. У вас в основном на местном бюджете, или это на бюджете, скажем так, Министерства образования и школы? У кого на местном бюджете? Если не против, поднимите руки, пожалуйста. У всех. Я, со своей стороны, буду максимально содействовать тому, что проводилось как можно больше семинаров, как можно больше проводилось тренерских каких-то сборов, приглашаться ведущие тренера и урога и мира. И в связи с развитием интернета уже у нас есть план сделать такую образовательную программу на сайте федерации, для того, чтобы вы всегда могли зайти и видеоматериалы, получить информацию уже, скажем, с интернета. Поэтому я примерно вот хотел с вами поделиться своими мыслями в этом направлении. Ну и теперь, я думаю, что можно поговорить уже вопрос-ответ, если что интересует. Чиновники, которые там на местах, это их такая маленькая, может быть, и не маленькая, кормуша. Еще, как всему депутатам, вы же знаете, и первым заместителям информации подразумевать докладную и, в общем-то, разтиражировать его в прессе о положении дел в детско-юношеском спортивном движении, так сказать, школы большие. У нас конкуренты Германия с Францией совместной хотят провести. Израиль, Сербия, Испания. Плюс еще у бывших югославов есть идея сделать такой под видом мира на Балканах, сделать опять во всех балканских странах, я имею в виду бывший югославий, чемпионат Европы. Много идей есть. Россия так думает брать, не брать. Есть большая конкуренция, но нам надо с чего-то начинать. Мы не возьмем в 2015, мы начнем хотя бы какой-то процесс строительства инжно-структного зала. У нас же нет зала вообще. Никаких. У нас сегодня, по сути, новый зал в Южном, более-менее, значит, я имею в виду по... Он-то прекрасный зал, но по количеству зрителей. Просто маленький город, и, естественно, там не нужен большой зал. И все, больше нет. Остался Днепропетровский зал, который сегодня уже кокеисты хотят забрать. Там 25-летние данные. И киевские. Поэтому инфраструктуру надо строить в любом случае. И поэтому мы как бы идем в этом направлении, рискуя, естественно. Естественно, здесь здравомыслящие люди. И сделаем все возможное, чтобы здесь 2015. Не будет 2015, будем бороться до 2017. Я думаю, под этот шумом, ну, условно шумом, будем начинать делать программу. Ну, программа должна быть базироваться на тех требованиях. Потому что, понимаете, прийти с программой и сказать, вот баскетбол в стране нужна сам государственной программой. Я задаю вопрос. А где видно, что кому-то нужен баскетбол в стране? Где это видно? Этого не видно нигде. Люди же не просят. Никто не обращается. Никогда никаких проблем нет. Все вроде нормально. Нет проблем. У вас зачем вам баскетбол? В стране и нужен баскетбол. Футбол нужен, да. Вот все, что на форумах, и здесь. А баскетбол не нужен. Потому что нет такой потребности. Ее не видно. Поэтому, начиная с этого, заканчивая Европейтацией, мы начнем создавать прикосы для того, чтобы сделать программу развития, чтобы, скажем, власть видела, что в стране баскетбол есть и унуждается в какой-то поддержке, потому что это массовый весло. Вот такая вот, ребята, ситуация. Продолжение следует...